Вообще, вы знаете, Валерий Дмитриевич, у меня, опять же, тоже разгоночный такой вопрос, и давайте обсудим. У меня какое-то впечатление уже, наверное, месяца два, или, может, там поболее, но около того, не меньше двух месяцев, что как будто бы новостей серьёзных и нет. Вот новостей, которые бы жили там дольше двух дней, их и нет. Что происходит? Почему не происходит? Или у меня обманчивое впечатление, не знаю, может, это субъективно. Но почему такое? Как полагается? Да, очень интересное и ценное наблюдение, я во многом с ним согласен, за одним исключением. Есть всё-таки новость о смерти Путина и то, что её сопровождает. Да, информационный шлейф, и не просто шлейф, это тенденция, она будет поддерживаться довольно долгое время за счёт появления разного рода косвенных признаков, косвенных доказательств или косвенных опровержений. Это первое. Второе. Что касается того, что вы сказали, я, в принципе, с этим согласен. Нет новостей, способных сформировать сильную политическую повестку или сильную повестку, которой были бы заинтересованы медиа, которую бы её обсуждали. Я думаю, что вы вспомните, Александр, что в определённые периоды времени это происходит. Но дело в том, что вот такое затишье – это, как правило, затишье перед чем-то очень серьёзным. Перед тем, как вдруг появится большое количество важных новостей. В данном случае я могу сказать, перед чем это затишье. Это затишье перед началом целой серии кардинальных изменений в российской политике, в экономической политике, в том, что касается политики, политической, извините за тавтологию и прочее, прочее, прочее. Просто надо уметь увидеть, как разрозненные факты превращаются в тенденцию. Обратите внимание, с 27 октября по позавчерашний день Россия четырежды говорила о готовности перейти к мирным переговорам. Четырежды. Это никак нельзя честь случайностью. Но пока из этого, пока не начались мирные переговоры, Украина занимает вполне однозначную, понятно, почему она такую позицию занимает, пока переговоры не начались, сильные повестки на сей счёт нет. Ну и, допустим, заявление Патрушева, неприличествующего его формальному статусу, приличествующего статусу президента, как раз в прошлый четверг, неделю тому назад, что регионам надо готовиться и федеральным органам власти к переходу на мобилизационную модель. Но пока этот переход не начался, да, мы обсуждаем лишь некие заявления и то, что из этих заявлений может вырасти. И вот такого сорта вещей на самом деле много, но ни одно из этих событий, ни одна из этих новостей не способна породить действительно интенсивное и плотное обсуждение. Пока. Я уверен, что ближе к Новому году, очень возможно, что с середины декабря, и совершенно точно, что уже с января, тем у нас может оказаться предостаточно, более чем достаточно и для нас с вами, и для публики, которые будут неистовствовать в чатах, и не только под нашими обсуждениями, а вообще в социальных сетях. Я бы сказал, не буди лихо, пока оно тихо, Александр. Это верно. Как полагаете, увидим ли мы какие-то ключевые события до конца этого года? Да, российским элитам надо определяться с кем, проводить ли выборы президента, это первое, или все-таки их перенести. Им до конца года надо определиться? Да, до конца года, даже, по-моему, до 20 декабря. Они до сих пор не определились? Вопрос остается открытым. Большинство склоняется к тому, что выборы надо проводить, но вы же помните, недавно приняты поправки в закон о том, что в случае военного положения выборы могут быть отменены. Ну, или перенесены. И этот вариант не исключен. И второй вопрос, он гораздо важнее первого, это, собственно, кто будет избираться. Или пойдет двойник Путина по прозвищу Васильевич, или пойдет Дмитрий Патрушев. Есть еще два-три кандидата. Ну, вот как раз фамилии, я думаю, что и назову в четверг. Помимо Патрушева еще есть два-три кандидата. И это сейчас камень преткновения. Это, на самом деле, является предметом ожесточеннейшей борьбы, которую не видна ни городу, ни миру. Но до конца декабря, я уже сказал, до третьей декабры, эти вопросы надлежат принципиально решению. И тогда, возможно, мы увидим, возможно, даже 14 декабря. 14 декабря мы увидим и услышим о решении. Ну, вот тогда намечено прямо... Посмотрим насчет решения по выборам. Но единственное, что я должен, конечно, оговориться, что мы уже несколько раз с вами обсуждали тему смерти Путина. Я по-прежнему, как бы, как это сказать, скептически настроен к этой истории. Но абсолютно, конечно же, не могу претендовать на право, так сказать, вашего вот этого изложения и вашей, там, я не знаю, версии, точки зрения, как угодно. Ну, у меня, конечно, очень старая новостная школа и очень консервативная в этом смысле. Я, конечно, обсуждаю то, что вижу. И то, чему у меня есть, значит, какие-то подтверждения на протяжении какого-то времени. Ну, вы обещали у нас в эфире, вы сказали, что через пару месяцев уже, значит, через полтора. Через полтора месяца, значит, будет... Я говорил, да, через два-три месяца, совершенно верно. Да, да. В конце концов, мы все живем в какой-то немножко смещенной уже реальности. Вот, и кто знает, чья реальность у нас на самом деле реальна. Александр, это вот, мне кажется, очень ценное резюме, ваша последняя фраза. Мы с вами предлагаем и реализуем альтернативные версии реальности. Поэтому разговор, конечно, может временами приобретать слегка шизофренический характер, но, мне кажется, он тем привлекательнее для публики. Ну, в конце концов, можно вспомнить физические теории о множенности миров, о том, что можно между мирами путешествовать. Ну, это так, для пущей затравки. За что вас всегда ценил? Как раз это за некоторую широту взглядов и трактовок. Еще что хотел с вами обсудить, это продолжающаяся история, она будет обязательно продолжаться, так или иначе, с женами мобилизованных. Вы наверняка уже много раз говорили, обсуждали и отвечали на все эти вопросы. Но, может быть, мы сейчас подберемся к тому, как будут гасить этот протест, не гасить, чего из него может вылиться. Но, как мне кажется, это уже немножко отобсуждали. Есть другая сторона, другая грань этих событий, этого явления. У меня полное впечатление, что этот протест заставил не столько власти как-то, что называется, работать с электоратом, подкупать, запугивать и так далее, что-то работать непосредственно с условными протестующими. Сколько зашевелился в сторону мобилизации. Ну, то есть, надо что-то делать, но все равно людей менять надо. Они понимают это, даже без относительного протеста. Просто протест как бы подталкивает к этому. Он просто говорит, что вот здесь крышечка приподнимать. Потому, что не надо наглеть, ребята. Вы имейте совесть. Что говорят жены мобилизонов? Не надо наглеть. Делайте что-то. Мы разве против? Война, убивать Украину. Мы совершенно не против. Ради бога. Давайте, вперед. Только не руками наших мужей. Потому, что они уже свое отработали. И давайте к нам их возвращайте. А там как-то не очень. И они же не хотят объявлять мобилизацию. Очевидно, не хотят. А ускорить темпы, чтобы всех заменить. Тех, кто ушел там какое-то время назад. Год или может даже вторая. Они не могут одновременно. И поэтому вот они развеют. И как мне кажется, это интенсифицировало вот и то, что ходят гастарбайтеров, забирают, да. И там им повестки вручают всячески. И объявления кругом появились и в Москве, и где угодно о призыве. И все такое. В общем, короче, власти пытаются пройти между ссылой, значит, мобилизацией, которую они не хотят объявлять, и харибдой там найма или расширенного призыва и как угодно, который довольно трудно осуществить. И там и деньги нужны, и усилия какие-то и на местах, и в регионах, и все такое. И вот как вы говорили, что нужно будет решение принимать о выборах, так примерно и здесь. Нужно принять какое-то решение. Требуется решение, а принимать его не очень хочется. Это в стиле Путина, не знаю, что там, мертвого или живого, откладывать решение до последнего. И когда оно будет принято, непонятно. Как вам вот эта история, и что думаете по этому поводу? Да, я разделяю логику ваших рассуждений, Александр. Это очень приятно, когда можно разделить. Я не очень верю в большой политический потенциал этих выступлений, потому что с их организаторами, вдохновителями можно довольно эффективно точно поработать. Это первое. Второе, второе важнее, первое, это ведь не выступление антивоенного плана. Это, вы абсолютно правы, это выступление за то, что войну надо вести по каким-то правилам для тех, кто в нее вовлечет. Это правило следующее. Они там год пробыли, уже больше года, ну, те, кто в сентябре-октябре ушел, и, значит, пора отпустить. Третье, по поводу мобилизации. Я думаю, что объявление или не объявление ее, организационно-технически, мы, по-моему, даже с вами говорили, она, в принципе, готова. Это не так сложно было бы. Это зависит от решения принципиального вопроса, что делать с выборами. Что делать с выборами. И если они решают вопрос о выборах, кто на эти выборы пойдет, когда их проводить, тогда появляется ясность для принятия последующих решений. Четвертое. На самом деле мобилизация в той или иной форме, в скрытой форме, она продолжает идти. Прекрасно вы знаете, что регионы получают планы. Они, чем дальше от Москвы, тем свирепее они эти планы выполняют, но они их выполняют. У Москвы тоже есть план, но Москва, она договаривается с окрестными регионами и фактически выкупает рекрутов. То есть выполняет свой план за счет рекрутов из других областей. И пока будут идти этим ходом. Вот совершенно верно. Там речь идет о нескольких десятках тысяч человек в месяц. Поэтому это не решает задачи, действительно, замены первого мобилизационного контингента. Потому что тогда их мобилизовали не 350 тысяч, а полмиллиона. Это просто нам сообщили, что 350. Ну да, среди них были изрядные потери. Но какие бы потери ни были, большинство все равно остается или на фронте, или рядом с фронтом. Значительная часть их используется для строительства укреплений, новых линий обороны и прочее, прочее, прочее. В частности, знаю лично несколько таких случаев. Но вы правы, да, надо менять. Если речь идет о затяжном конфликте, сейчас все чаще об этом говорят, с обеих сторон. Ну, не столько с украинской, хотя с украинской тоже, сколько со стороны Запада и с российской. Значит, нельзя полагаться на то, что люди будут находиться под ружьем несколько лет. Значит, их надо менять. Но еще раз, вопрос о том, объявить мобилизацию или нет, встанет после решения принципиального вопроса выбора. Потому что есть вариант, и, в общем, Патрушев относится к нему вполне серьезно, объявить военное положение. И тогда все пойдет в любимом, излюбленном для него русле мобилизации. Мобилизация экономики, мобилизация людских контингентов, закрытие границ. И не только для тех, кто находится в списке потенциально подлежащих мобилизации. Закрыть границы для тех, кто подлежит потенциальной мобилизации, технически очень просто. База есть. У них есть база. Да, ну и, кстати, среди контингентов это работа со злостными алименщиками. Им предлагают, что вы идете, и через 3-4 месяца мы вам все эти долги ваши списываем. Ну, типа, значит, вы искупили свой долг перед брошенной семьей, ну и заодно перед родиной. Вот как с этими уголовниками, да, которые сейчас оказались на свободе. Но, вы знаете, интересно то, что не очень охотно они поддаются. А у них есть опыт, они знают, как скрываться, если уж они там скрылись от семьи, если они годами не выплачивают алименты. Ну, наверное, до особого труда не составят и скрываться от власти. Ну, так или иначе, это контингент, который попытались мобилизовать, пока, насколько я знаю, не очень получилось. Ну, да, собирают людей и будут собирать, но пока в недостаточном количестве. Тут ведь второй вопрос очень важен, помимо перспективы выборов. Это вообще перспектива стратегическая. А что вот с Украиной? А вот вообще возможно ли провести новое наступление или нет? Судя по всему, вряд ли. И дело здесь не только в нехватке людей, хотя оно ощущается. Дело еще в нехватке боеприпасов. Да, северокорейские боеприпасы отчасти компенсировали. Но их все равно недостаточно. Поэтому, если речь идет о стратегической обороне, а сейчас Россия придерживается именно этой линии поведения, то необходим один контингент. Если речь идет о попытке наступления, причем наступления таким чудовищным образом, который мы наблюдали под Бакмутом, а сейчас под Авдеевкой, значит требуется совершенно другой контингент. То есть вот от двух этих вопросов, от двух, точнее, решения двух проблем, и зависит решение о том, начинать мобилизацию. Точнее, объявлять открыто всеобщей мобилизацией или же нет. Кстати, тоже должен спросить, жив ли Байден. Это меня не очень занимает. Но учитывая характер американской политики, конечно, он жив. Значит, вот. Я не это даже имею в виду. Но по идее, как мне кажется, если что-то подобное случается в стране с ядерным оружием, и разведка видит такой процесс, по идее, как мне кажется, стоит привести войска в боевую готовность, или еще что-нибудь в этом духе. Вот. Но ничего этого не происходит. Как вы полагаете, почему? Я объясню, почему. Это совсем несложно объяснить. Дело в том, что если бы это случилось так, как было в СССР, когда умирал Брежнев или Андропов, это бы и произошло. Сейчас нет. Консультации с ними шли с сентября еще. Американцам было сказано, что Путин уйдет. Они, в общем, об этом знали. Что власть перейдет в руки Патрушева. И что мы вам гарантируем стратегическую стабильность. То же самое было китайцам сказано. Известно основным западным союзникам Соединенных Штатов. Известно, в принципе, Турции. Скажите, чего им волноваться-то? Они считают, что Патрушев – это более стабильная ситуация, чем покойный Путин. Они это прекрасно знают. Они с Патрушевым постоянно вели консультации. Максим, насколько я понимаю, один из моих патронов. Вопрос Валерию Дмитриевичу. Как вы считаете, является ли ваша теория о смерти Путина фальсифицируемой? Другими словами, каким проверкам ее можно подвергнуть так, чтобы в результате этих проверок теория могла бы быть опровергнута? Чувствуется научный подход. Да, это вполне научный стиль. Но дело в том, что это не теория, а факт. Это первое. Второе. Максим, факт, находящийся в холодильнике в замороженном состоянии. Ну, технически в морозильнике. Максим, уважаемые зрители, скажите, а что доказала для вас смерть Брежнева, в конце концов, смерть Пригожина? Что доказала? Вы поверили в нее? Вы просто поверили. Смерть Брежнева. А кое-кто до сих пор не верит в то, что ЛС Пресли умер. Кое-кто не верит в то, что Гитлер покончил жизнь самоубийством. На самом деле перебрался в Аргентину. Поэтому, Максим, будет множество доказательств. Я считаю, что важным доказательством, наверное, ключевым, это будет признание близких Путина людей. Не предъявление тушки. Нет. А вот именно потому, что сказать, да, это вы нам показываете что угодно, мы не верим, вы чучело набили соломой и придали ему в облик Путина. Нет. А вот именно признание людей, которые во все это вовлечены. Я думаю, что это будет, мне кажется, окончательным доказательством. Людям нужны доказательства. Это как раз мне хорошо понятно. С этим нет никаких проблем. Другое дело, что если вы не согласны, не верите в это, то не надо оскорблять носителя альтернативной точки зрения. Человека, который эту точку зрения выражает и предлагает. А когда просто наталкиваешься, сталкиваешься с валом, шквалом оскорблений, причем самого, я бы сказал, злокачественного свойства, то неволе, Александр. Волей или невольной закладывается подозрение, что для людей важна та картина мира, которой они придерживаются. Что они не готовы допустить радикальные изменения этой картины мира. Потому что в той картине, где они живут, им комфортнее. Я, опять же, не берусь судить, по каким причинам. Я не вижу в этом никакого злого умысла. Ну, люди стереотипные. Люди довольно даже самые лучшие из нас не готовы признать, что реальность может отличаться от их представлений. Она очень часто отличается. Я всегда привожу в этом случае пример с началом военных действий против Украины. Тогда, когда на протяжении нескольких месяцев я и, может быть, еще пара-трекая человек говорили о том, что это произойдет, что мы слышали? Мы слышали, да нет, это невыгодно, Путин не ест мыло, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Я говорил, что вы не понимаете того, как устроена власть. И вы не понимаете того, как устроено мышление этих людей. Сейчас люди не хотят или отказываются понимать, как устроена российская реальность. Да, потому что многие вещи, в частности двойники, это звучит фантасмагорично. Ну, так или иначе, не соглашаетесь, не разделяете, да без проблем. Какие здесь могут быть проблемы? У людей, может быть, собственно, и точка зрения, я бы сказал, это действительно либеральная ценность в полном смысле слова. А Байден еще, по-моему, ее очень развил, сказал, что право на идиотизм – это тоже либеральная ценность. Просто не надо друг друга оскорблять. В этом нет никакого смысла. Это контрпродуктивно. Так, любопытная спрашивает. Двойник усваивает большое количество информации, очень, похоже, подражает голосу и манерам. Говорит без грубых ошибок, ударений. Умеет держаться на публике. Для всего этого нужны интеллект, способности образования. Но генерал Свер утверждает, что он из простых. Нет ли здесь противоречия? Нет, никакого противоречия. Он действительно из простых. У него не было высшего образования. Он даже был социальным маргиналом. Кстати, двойник учит еще и немецкий язык, чтобы вы знали. По крайней мере, учил. Сейчас ему не до этого. С ним провели очень хорошую работу, во-первых. Во-вторых, хорошая память очень часто у людей необремененных интеллекта. С интеллектом у него действительно серьезные проблемы. Его поднатаскали. И натаскивали его очень долго, очень упорно. И, в общем, обучили зайца бить по барабану. Обучили. Кое-что он действительно может. Ну, именно кое-что. У меня тут супруга спрашивает у вас. Как двойники подделывают голос? Да, это хороший вопрос. На самом деле, они подделывают голос буквально так, как пародисты. Но просто они подделывают это в гораздо больших объемах. И происходит следующая вещь. Я не знаю, делали им операции на связках, по крайней мере, Васильевич. Это тоже вполне возможно. Оказывается, работает такая штука. Что если ты долго вживаешься в образ и говоришь этим голосом, он становится похожим. Сергиева спрашивает, допускаете ли вы ситуацию, что Путин, ну, в кавычках, выдвинется на выборы. Естественно, станет президентом. Я отвечу так. Я ее не исключаю. Эта ситуация обсуждается. Эта ситуация обсуждается. Но что конкретно произойдет, я не знаю. Понимаете, я не могу говорить о том, почему решений пока не существует. Как только эти решения будут приняты, я сообщу. Вот я уже упоминал, что у меня будет моя онлайн-встреча 30 ноября, в четверг. Там я расскажу то, что я буду знать. Что-то я уже буду знать. Я смогу рассказать, по всей видимости. Продолжение следует... Продолжение следует...